Центробанк разрешил банкам без ограничений продавать населению наличные доллары и евро, которые поступили в кассы до 9 апреля 2022 года. Ранее гражданам разрешалось приобретать иностранные деньги, поступившие в финансовые организации после 9 апреля. А лимит на снятие наличной валюты со счетов продлен до 2024 года. Снять по-прежнему можно не более 10 тысяч долларов или евро, а остальные средства получить в рублях. Губернатор наградил Александру Горячкину за высокие достижения в спорте. Ямальская шахматистка победила на Кубке мира среди женщин. Она единственная из россиянок пробилась в финал. Дмитрий Артихов отметил, цитируя Саша, образец выдержки, силы духа и железного упорства. 12 лет прославляет Ямал и Россию на мировой арене. Отличный пример для каждого юного спортсмена. Сейчас Горячкин готовится к чемпионату России и большому международному турниру ФИДе среди женщин, который пройдет в октябре. В Тазовском завершается строительство ветеринарной клиники. Здесь предусмотрены смотровой кабинет, операционные, лаборатория, хозпомещение и аптека. Здание рассчитано на срок эксплуатации более 20 лет. При строительстве учли особенности Крайнего Севера. Новые современные ветеринарные пункты уже работают в семи городах и селах. Один из них появился в Карачаево. Для клиник купили аппараты ультразвуковой диагностики, аппараты для исследования биологического материала и другое необходимое оборудование.